Вот мы все пред тобой, Господи! С вами ведущая, как всегда, я, Мария Карпинская. И у нас в студии писатель. А дальше он будет рассказывать о себе сам, Михаил Зубавин. Вот, Михаил Зубавин, расскажите, кто вы, что вы, откуда появились тут, как к нам залетели? Ну, добрый день, во-первых, всех, так сказать. Вот, друзья, недрузья, здравствуйте. Все, так сказать, кто смотрит на нас? Ну, как залетели? Братья и сестры, да? Как там, товарищи, господа? Соотечественники по языку в любом случае, да, раз кто служит. Да, за рубежом и здесь, да. Было, как всегда, когда-то считалось в разные гражданства по земле, по крови, но самое главное все-таки по языку и по культуре, да? Да, да. Те, кто, так сказать, говорит на одном языке одинаково. Те, кто с нами одной крови, да? Мы с вами. Один язык, в общем-то, это образ мышления, это воспередача информации, и так как вот занимаюсь литературой, то, естественно, так сказать, язык это важнейшее. Если вы в анонсе читали, он на самом деле, вот, врач, вот, значит, а врач вы какой были? Нет, что значит был, я вот сейчас приехал, ну, просто я врач, буду врачом ультразвуковой диагностики. Вот так, да? Тоже они хухры-мухры, но одновременно, понимаете, я как-то очень странно живу, врачи меня считают врачом, и в литературе тоже главный редактор журнала. Тоже врачом считают вас? Врачи? Врачи считают, а в литературе они, я свой, они не верят, у меня жена одного поэта, он говорит, ну, знаешь, а зубами вообще врач, она говорит, ну, что ты вообще глупости говоришь, шутишь, это он, поэт, твой приятель, что ты мне вообще анекдоты рассказываешь? Скажите, Михаил, а я сейчас вам такой провокационный вопрос, а как вы считаете, вот поэзией можно лечить? Поэзией лечить? Вы знаете, доза говорит, так пусть лечат врачи. А все-таки вот душу-то лечить, вот мне, а я вам честно скажу, я врачей не люблю, вот халатов белых боюсь, и для меня порой... Все-все-все боятся, я сам боюсь, когда вот сам заболеваешь. Вот, а вот на меня почему-то очень сильно слово действует, и когда вот кто-то приходит, допустим, мы, ну, болит у меня что-то, даже зуб, я помню, заговаривали мне, начинают стихи хорошие читать, вот такие, и все, и зубы проходят, правда? Нет, ну, все, все, все правда, так сказать, я уверен. Все правда сущая. Ну, врачи-то тоже у нас произошли от слова врать, врач, хороший врач, который хорошо врет, тоже слово. То есть вы считаете, что поэт... Ну, по-своему, слово врач, просто я пока говорю про врачей. От слова врать. Ну, поэзии, ну, тут можно вспомнить Блока, да, который где-то в одной статье писал, что поэт это не просто рифмователь, а это человек, который слышит... Голос Бога. Голос, ну, нераздание, да, и выражает это уже в рифмованных строчках. То есть подслушивает там, ему на ушко нашептывает, и он сюда... Ну, в общем-то, да, это своего форма тоже, это определенная форма постижения мира. Если есть поэзия, конечно, ну, давайте говорить, любая культура делится на две части. Развлекательные, ну, хлеба и зрелищ, просили, да? И с другой стороны, это, конечно, какое-то постижение мира только в другую форму. Не в виде формул, да, а в виде образов. Это тоже открытие мира. Ну, на самом деле, образование идет от слова образ, да, и вот человек-то... Я заметила одну вещь. Вот безобразный человек, ну, который плохо себя ведет, там как-то вот разболтанный, это называется, расхлюстанный человек. Вот он без образования, вот я как считаю, в нем нет образа. Но если человеку любому взять и внутрь его души с помощью чего-то внушить ему или как угодно вот определенный положительный образ, он под этот образ выстраивается и становится совсем другим. И хулиган, как там, помните, у этого Есенина, да, или любовь выстраивает человек, он хочет быть лучше. Вот заметался пожар голубой, позабылись родимые, далее в первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. И дальше там, что он был весь как запущенный сад, а потом вдруг вот выстрелился и сразу стал таким вот в образе, да, в образе очень положительного и хорошего человека. То есть поэзия, видимо, все-таки... Ну, уже сначала было слово. Да, образует человек. Сначала было слово. Ну, давайте вообще говорить честно. Сейчас вот мы перед вами говорили про роды, ну, рождается вообще не человек, рождается вот это тело, да. Если это тело не воспитывает, да, если это тело не учить, не учить, там, так сказать, тому же слову, да, не учить поэзии, это все-таки, это работа, но это работа, которая создает человека, да? Михаил, я... Любитый, да, какие-то стихи, да, казалось бы, зачем, но это, так сказать, и развивает его, и фактически формирует личность. Ну, Михаил, я вам сейчас скажу вот без всякого. С детства, да, ну, у меня отец, во-первых, очень много стихов, да, как бы я начала писать тоже, и он мне сказал, что это воподражание ты пишешь, и поэтому вот пока свой что-то не получилось, особенно не надо показывать, но когда я читала Есенина, когда я читала Марину Цветаеву, она была уже тогда, там у нас списывались в библиотеке, попались очень многие Ашкенадзе, читая, я каждый раз представляла себя вот на месте, там, в стихе, вот, и я вот даже заметила, что читаешь стих, и вот сразу, ну, вот, допустим, вот читается какой-то стих, то не раз, сразу выпрямляешься, становишься раз таким, и речь даже изменяется, вот, а если вот не читать стихов, то зарастаешь, как вот этот сад, да, где и крапива, и бурья, начинает расти, поэтому вот, все-таки, поэзия выполняет определенную образовательную функцию, она человека, как бы, вот, постригает лохматого такую, да? И образовательную, и духовную, все-таки, это ведь передача, да, это непостижимая передача, вот, состояния души автора, тому человеку, который читает стихи, который слушает стихи. А можно еще такой вопрос? Вы когда-нибудь задумывались, вот, я давно задумывалась над самим словом, почему так называется то, что написано в образах, слово стихи, как бы, происходит от слова стихии, ну, я потом думала, даже четыре стихии, воздух, вода, земля, огонь, вот, не владеет ли поэт стихиями как-то, вот, не может ли он передвигать что-то с помощью своей поэзии? Вы знаете, поэзия мистической вещи, вот, есть некоторые вещи, про которых нет, вот, даже про наших поэтов нельзя писать, в общем-то, очень часто поэт и судьбу свою в своих стихах предсказывает, да? То есть, вот сейчас в переводе с арабского поэта означает пророк, это тоже известно. Значит, вот вы сказали, и судьбу свою предсказывает, и может предсказать судьбу страны, если мы Пушкина возьмем, там, допустим, и великих поэтов, то получается, что поэт, это ближе к пророку. Ну, к сожалению, во-первых, сейчас очень много просто есть рифмующих, да, людей. А реально, а если мы говорим, то это просто что-то страшное, да, вот в этом творчестве. Давайте, да, отбросим. Столько, столько, столько вот раз каких-то, вот, вот именно где предвосхищаешь какие-то вещи. Какие-то события. Михаил, вот, смотрите, мы сошли на... Вот ты начинаешь, 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 просто немножко, начинаешь что-то, так сказать, писать, не зная, что выйдет. И вот в процессе работы, в процессе мышц, а вдруг... А можете что-нибудь предвосхищающее, что вас потрясло? Вы написали, а потом раз, и это случилось, или что-то такое. А, если я сейчас на эту тему не думал, ну, просто какие-то стихи, потом я смогу почитать. Ну, просто как-то возникла у нас тема неожиданная. А тут все так вот появляется, исчезает, как у Гёте, да? Вот. Вообще, я очень люблю поэзию Гёте, Фауст Гёте, очень люблю. И для меня, честно говоря, его стихи очень мистические. И когда я читаю его каждый раз, все время новое возникает. Если честно, вот я Гёте перечитываю в очередной раз, и опять вижу какой-то новый разворот, и события, которые происходят в нашей стране, так накладываются с тем, что есть. Вот, не знаю, ну, просто вот из всех мне он нравится очень. Ну, и вообще, берешь многих поэтов Пушкина, да, те же вот все это, Руслана Людмилы, читаешь, и вдруг начинаешь видеть образы Людмилы, Людмилы, да? Вот просто Людмилы, вот, Руслан, там, Рус, Русланд, русская страна. Ну, какие-то вещи вдруг раз, начинают как бы открываться, и ты начинаешь понимать, что, оказывается, в этих стихах заложено что-то совершенно, может, это моя фантазия, что-то невероятное. Вот что-то совершенно такое сверхфантастическое. Вот, и ты проникаешь в какие-то миры чужие. На самом деле в чужие миры. Конечно, это вот один, тоже одна из форм, искусство одна из форм вечности, передачи, да? И причем на самом деле, в зависимости от возраста, от состояния, тут надо учить, конечно, состояние читателя, потому что в разном возрасте, в разном настроении одна и та же вещь, вдруг открываешь вот что-то, что-то совсем другое, что, может быть, даже при первом чтении я не заметил. А мне вот хочется к поэту вернуться. Вот вы поэт, помимо всего. Вот поэт. И мне хочется к вам вернуться, и чтобы вы раскрыли какие-нибудь, вот все-таки вы писали стихи, и вы знаете, как это неожиданно приходит, что потом происходит. Вот что-нибудь выловить такое хочется мне, как, знаете, как русалку вот из воды. Что-то такое озарительное, что-то такое, ну, тайну, короче. Какую-то у вас, выудить с вас тайну поэзии. У меня, знаете, для меня поэзия всегда загадка. Каждое стихотворение я пишу как последнее. А бывает так, что написали и думаете, больше никогда ничего не напишется? Бывает так? А вообще не знаю. То есть вот можешь ходить неделями, ничего нет, потом вдруг вот что-то, что-то, что-то рождается, потом, конечно, требуется большая работа. Но сначала должно вот родиться какой-то образ. Вот закусил рябину, не знаю, шел по дороге, сидит на клёст, написал стихотворение, вот одну строчку написал, я целиком читать не помню. Знаете, все свои стихи не помнишь. Иду по дороге, зима, осень, зима, снег. Сидит клёст. И вот первая строчка родилась, потом стихотворение сделано было потом. Ну, этот первый образ. Закусил рябиной за булдыга клёст. Закусил рябиной за булдыга клёст. Ветер с севера рвет облака. Я угрюмо слушаю стоны звезд за ступкой старого коньяка. О, как хорошо! Причем же жил пешком, у него коньяка не было. Вот то, что я увидела, что вот этот клёст, это как вы. Даже я вот его увидела, да? И вот он закусил этой горькой рябиной, что-то горького взял из жизни, да? И еще это потом коньяком залил. Ну, как положено все. Да, вот, то есть часто поэты идентифицируют себя со всем, что вокруг него находится. Я просто хотел, если можно, тогда вот стихи про поэт. Они посвящены такому от нас прекрасному поэту Льву Котяку. Ой, это не в этом журнале. В журнале поэзии у меня сейчас. У меня тут две они. Дали подборочки. Вот, просто. Позвольте представить. В этом и смысл, что давайте читайте. На прочь вырублен сказочный лес, Только пни среди мха и плесени. Зато выросла до небес. Околесина. Околесина. Серым волком поэт бежит, А охотник в него с вышки Бьет трассирующими на вскид. Разлетаются веером вспышки. Поэт зря не точит лясы. Он в неволе не жил в помине. Пусть бараны идут на мясо. По России, как по пустыне. Я зубами, как затвором, лязгну. Увернусь и уйду от пули. Я такую вам устрою пляску. Накусь, выкуси, врыло дулю. Я баранов разорву стадо. Я леса засажу сказками. Я охотника сожру в засаде. А волчицу замучаю ласками. Вот понимаете, знаете, что я сейчас скажу? Просто мое ощущение. А вы будете читать потом. Вот у вас такие стихи бунтарские с огнем. То есть вообще-то из стихий самое большое, что мне нравится, это огонь. И вот когда мне не хватает огня, даже я знаю, что бывает болото. Живешь, живешь, и вдруг как бы болото у тебя начинает спокойствие такое засасывать. У меня начинается внутри что-то взрываться. И хочется либо крушить, сломать что-то, разломать какие-то устои. И вот когда что-то такое сделаешь, ну не разломаешь, но что-то в себе сломаешь, вот тогда вдруг открывается вот какой-то огонь. И вот это сверху что-то начинает сходить, и ты испытываешь вот это состояние прорыва. Вот. А здесь мы вот действительно находимся в таком состоянии, в котором нас поставили в то положение, в котором нам стоять не хочется. И это нам не пристало. И поэты это все-таки творцы. Вот. Творцы, которые вот оказались в физическом теле. И вот я почему-то с детства тоже и вот с Маяковским все время как бы себя сравнивала, да. И вот мне казалось, что он, вот он ходит там, такой он большой до неба. Он до неба большой. А его поместили в это маленькое тело. А ему там тесно. Это как бы что-то большое, засунули что-то очень маленькое. Самому наплевать, что бронзовый, что сердце стальное, железку ночью хочется спрятать, звон свой, да. Да. Вот. И поэтому все поэты очень часто пьют. Почему? Ну, потому что, ну, невозможно тесно вот в этой жизни, в этом теле. И хочется почувствовать вот эту шиль, да, такую. Вот это вот. Ну, то есть от Бога-то рождённые. Чё ж. Вот они же. Ну, я думаю, что тут прозаики поэтам не уступают. Не уступают. Настоящие прозаики не уступают. Ну, может, ещё вот какой-то такой, я поняла вашу поэзию, в ней всё рвётся, огонь, то есть это обнажённые такие, ух, жилы с зубами уже. Да, тут, знаете, немножко, немножко... Ну, если такие вот хулиганские... Давайте, нравится. А вот даже вот вы рассматриваете за компьютером, то такие стихи про поэта и компьютер. Давайте. Ударили в сердце компьютера громы, бутылкой проби... Разбита тыква поэта, лежат два товарища. В смертной истоме, а песня любви не допета, а хочется, хочется песню допить. Не испугают ненасти и грозы обязаны девки поэтов любить пьяных, похмельных, убогих тверёзах. И товарищ компьютер включил мохнатую процессорную ножку, а товарищ поэт рукав засучил и засучил до пивной подорожки. Нам остается только после передачи с вами пойти в пивную. Вот я думаю, что так. А вы знаете, вы помните, вот у Галича были такие стихи про блока, там что-то такое, что вот грязный половой, тряпкой грязная, а сидит блок напившийся. Вот, и там были такие слова. И тут вышла девочка, и запела и про поле, и про дорогу. И дальше такие вот слова, которые она всю жизнь запомнила. Ах, как пела девчонка Богу, ах, как пела девчонка Блоку, и не знала она, не знала, что бессмертной в то утро стало. Вот уровень поэта, это уровень Бога, да? И я, несомненно, вот так и считаю, потому что всегда была музой поэтов, и очень люблю поэтов. Вот, и пьяных, и всяких. Люблю и уважаю. Ну, что еще? Мы раз заговорили. Кстати, вот в журнале «Поэзия» там целая есть рубрика в течение 10 лет, которая называется «Русь пьющая». Русь пьющая. То есть такая вот, да? «Русь пьющая», там «Русь какая», в том числе, там «Гонимы». У них вот какие рубрики. Так, еще стихи давайте. По поводу, ну, просто вот по поводу понятий, непонятий. А если меня никто не поймет, Высший есть судья. Ловит душу он в перемет Ушедших из бытия, Из-за страдания Отпускает грехи. Ну, а зачем подаяние тем, кто пишет стихи? Вот именно. А я сейчас как бы вот Есть такой поэт, Его пока еще не знают, Но у него много есть стихов, Которые я все знаю, И у него такой есть. У поэтов время другое, Их даже не будут судить, Им дадут не устроя, И в волю предложат пить. Святая великая вечность С мордой сытого дога. Да здравствует человечность Испуганного Бога. Все-таки вот поэт Действительно приближен к Богу, И то, что ему волю предложат пить, И даже не будут судить, Вот это точно совершенно, Потому что вот эти слова приходящие, Это какая-то, что происходит? Взрыв какой-то, Что это? Огонь какой-то внутри рожден. Давайте попробуем понять, Что ж... Вот как вы говорили Вот перед началом передачи О всякой квантовости. Да, тут, конечно, Какой-то, какой-то, В начальном этапе, Конечно, какой-то это скачок, Конечно, это какой-то квант, Это не... Потом, конечно, Большая работа, Потом, конечно, Большая техника, Но сначала должно... Момент стиха, Мы как бы скачем, Квантово скачем В другой мир, Более высокий. А потом на землю спускаемся, Тяжело, И приходится выпивать. Нет, нет, Я про другое говорю. Знаете, Сначала все-таки Какое-то вот, Ну, Открытие, Но потом, Которое, Так сказать, Вот какой-то новый образ, Как он по-другому увидел мир, Себя, Космос, Я не знаю, Сначала все-таки Вот этот вот скачок, Что как-то ты по-другому увидел, А потом... Михаил, Михаил, Можно такой момент? А вот вы говорите, Иду по дороге, И там вот про Клиста, Про этого, Да? Но в этот же момент, Когда вы идете по дороге, Вы же в своих мыслях? Ну, Вот в этих... А вы что, Вы там думаете, Вы запоминаете, Как плывет ваша мысль Там внутри вас? Нет, Я принес одну строчку, А все остальное, Ну, Эта строчка уже создалась какую-то, Создалась какой-то свой мир уже, Да? И потом уже, А потом уже, Да? Вы смотрите, Вы сейчас взяли все и протрепались, А я с вас все вытащила, И создала свой мир, То есть, И вот сейчас я хочу сказать, Это у меня давно было такое предчувствие, Вот, Значит, Что все-таки стихи, Как владеющие стихиями мира, Создают миры, Вот где-то, В космосе в это время, Появился мир новый, И поэтому поэты, Иисус был поэтом, Кстати, Вот я это точно вычислила, Он был поэтом, И Магомед писал суры стихи, Магомед известен, Он был поэтом, Он все же написал, И Будда тоже потом стал писать стихи, Значит, И поэты, Это миротворцы, Не потому, Что они вот передруживают всех, А потому, Что они творят с помощью поэзии, Новые миры, Конечно, Во вселенной, А потом, Наверное, Вот я сейчас подумала, Вот уходит поэт из жизни, А куда он уйдет? Только в те миры, Которые он сотворил, В свои собственные, А человек, Который не сотворяет миры, Он, Наверное, Никуда не уйдет, Это, Наверное, Поэзия, Это не единственная, Так сказать, Вот область деятельности, Где можно создавать свои миры, Нет, Ну и проза тоже, Ну и, Наверное, Не только литература, Наверное, И музыканты, А музыка, Конечно, Живопись, Да и, Наверное, Другие сферы деятельности, Типа там, Науки, Да, Тоже, Какие-то свои подходы, Знаков каких-то цифр, Я даже представила, Что они уходят там, И они там цифрами стараются, В идеальный газ, Превращаются в идеальный газ, В идеальный круг, Но ведь круг было сначала изобретено, Где-то в древние века, Как идеальная фигура, Которая отражает, Вот, Совершенство Бога, Да, И вот такая идеальная фигура, Вообще, Ведь наука тоже идет, Постоянно какие-то идеальные, Она, Да, Строит вещи, А вы знаете, Я заметила одну вещь, Сейчас очень интересные вещи происходят, Наука, Религия, Условно, Философия назовем, Потому что это одно и то же для меня, И поэзия, И вот проза, И вообще, Все-все-все, И начинает как-то вот так, Знаете, В одну точку сходиться, Вот, И я боюсь, Что когда они сойдутся в одной точке, Вот тут-то вот этот взрыв И произойдет, То есть квантовый переход, Это и будет, Когда все сойдется в одну точку, Вот, Но, Тоже бы, Так сказать, Идеально, Вот это одна точка, Ну, А из нее новая вселенная родится, К примеру, Может такой быть взрыв, Вот, Ведь, Вы знаете, Вот вы прочитали стихотворение, Вот там вот одно, Да, А что я испытываю, Вы во мне бомбу взорвали, Вы взяли и подбросили мне туда гранату, И раз у меня взрыв, А что рождает взрыв внутри меня, Да черт подери, Я не хочу так жить, Как мне предлагают, Я хочу жить вот так, Как полыхает там огонь, Вот что делать, То есть поэзия, Это подрывная такая часть, Это гранаты, Которые бросаются в душу человека, И там начинает взрываться, А есть, Которые убаюкивают поэзию, А есть, Которые пальчиком вот так водят по виску, Тебя успокаивает, Успокаивает, И ты засыпаешь, То есть вот разная поэзия, А есть такая вот, Которая просто как хирург, Ножом, Как даст по какому-нибудь месту, И отрезала, Вот ненужная, Вот так, Да, Наверное, С поэзией. Нет, Ну, Конечно, Так сказать, Это, В общем, Давайте говорить так, Все-таки поэзию надо делить не столько на жанр, Сколько на поэтов. На поэтов, Все-таки, Все-таки поэт, Это, Так сказать, Каждый поэт, Это личность, Каждый поэт, Мир. Ну, Конечно, Условно, Вообще литературу условно, Так сказать, Делить, Конечно, На прозу и на поэзию, Нет, Есть чистые узкие специалисты, Какой-нибудь там, Детектив всегда, Там, Поэт, Так сказать, Для детей от двух до пяти, Ну, В целом, И очень часто мы же встречаем с того же Эдгар По, Бунин, Который, Татьяна Бунин, Вы знаете, Вот, Я чем скажу, Вот, Мое, А как вы думаете, Чем поэзия от прозы отличается? Ну, Хорошая, Естественно, Мы говорим сейчас только о высоком, Не о графоманах, Не о этих вот, Которые там слюни распускают, Или чего-то, А вот о настоящих поэтах и прозаиках, Чем они друг от друга, Что можно сказать? Вот, Поэт это вот это, А прозаик это совсем другое, К примеру, Или как? Ну, Меры и таланты мы знаем прекрасно, Как чистых поэтов, Так чистых прозаиков, Мы знаем, И, говорю, Людей, Которые одновременно владели тем и другим, Шекспир, Так сказать, Наверное, Да? Ну, Да. Поэт и прозаик, Вы знаете, У меня сейчас пришло... Ака Толстой, И средьшумного бала случайно, И Князь Серебряный, Ну, Да, И драма, И песня. Ну, У меня, Такое ощущение, Что поэзия настоящая, Это как провод, По которому течет электрический ток, Но голый провод, Голый, Без изоляции. А вот уже проза, Это тот же самый провод С электрическим током, Но одетый в изоляцию. Вот, Что-то у меня такой образ пришел, Ну, Я вообще так люблю Образ на мышцу слить. Вот. Ну, Вообще-то, Что-то схоже с электрическим током, На самом деле. Ну, Проза, Конечно, Требует Большего вложения, Так сказать, Левого полушария, То есть ума, Все-таки в прозе нужен, Конечно, Сюжет, Требует работы. А помните, Как это? Поэзия, Конечно, Больше от хаоса, На самом деле. От каких-то вот, От права полушария. Как поэзия передается? Подождите, Кто это? Маяковский сказал? Нет, Маяковский сказал Пастернаку, Счастливый этот, Нет, Подождите, А, Пастернак сказал Маяковскому, Счастливый этот Маяковский, Значит, Но, Вот, У меня, Моя поэзия, Это как электричество в утюге, А его поэзия, Это как молния в небе. Вот что-то такое, Электричество в небе. Да, Вот, Он ему позавидовал, Что-то тому, А, Наоборот, Кто, У кого молния, Не поняла, Забыла. Ну, Не важно. В любом случае, Это что-то электрическое, Значит, Электричество. Восхищало наш век. Это электричество, Да, Может, Даже поэты своими стихами Вырабатывают все это электричество, Мы не знаем. Знаете, Вот с другой стороны, Вот просто, Вот скорость, Скорость времени, Вот, Мы еще все в школе проходили, По-моему, То ли Максов, То ли Фарадей, Где-то в средине Ка 18, 19 века, Да, Когда, Выступая, Когда у него там При Кролевском дворе Спросили, Ну, Что это за игра электричества? Он сказал, За электричество еще будете платить? И все захохотали, Потому что это были такие игрушки. Да, А вот сейчас мы уже платим. И вот сейчас мы, Да, Можем говорить, Можем говорить на весь, Наверное, Хотя это может уже, А, Там растают уже льды, Поэтому там. Так, Михаил, Давайте еще какую-нибудь, Давайте гранату, Взрывайте. Вот, Стихи. Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!